В годовщину Великой Победы в Москве в 71-й раз прошел грандиозный парад. В нем участвовали 10 тысяч военных и 135 единиц военной техники. Зрители наблюдали, как проходил взвод самых узнаваемых советских танков времен войны Т-34. По Красной площади проехали бронеавтомобили «Тигр», ракетные комплексы «Ярс», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и многие другие виды техники. Шествие в этом году менее масштабное, чем в прошлом юбилейном. Но организаторы подготовили несколько новинок. Впервые по брусчатке Красной площади в парадном строю прошли воспитанницы Академии имени Хрулева. А помимо них представители Воздушно-космических сил России, которые проявили себя во время операции в Сирии. Финальная часть парада наиболее зрелищная. Над столицей пролетели 71 самолет и вертолет. Высота полета от 150 до 400 метров. Завершили торжество в штурмовике Су-25. Они дымом раскрасили небо в цвета российского флага. И, конечно же, в торжествах принял участие глава государства. Уверен, что сегодня ветераны гордятся своими внуками и правнуками. Они их не подводят и всегда будут держать равнение на великую победу, на подвиг доблестного поколения победителей. С праздником вас! С днем великой победы! Ура! 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 Субтитры создавал DimaTorzok